Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад новой встрече с вами в нашей несколько виртуальной литературной гостиной. Мы собираемся здесь для того, чтобы вместе перечитать некоторые места из классической русской литературы. Той литературы, которая так хорошо нам всем знакома со школьной скамьи. И, тем не менее, перечитывая в разном возрасте одно и то же произведение, мы, конечно же, по-разному воспринимаем его, оцениваем его. В этом, наверное, и состоит прелесть перечитывания классической литературы и, конечно же, классической русской литературы. Сегодня я хотел бы предложить вам по-новому перечитать очень известного писателя, который в самом начале XX века угадал новую формулу человеческого существования. Это было расставание с тенями прошлого, потеря дома, гибель сада, выход на большую дорогу, где человека ожидает пугающее будущее и жизнь в раздробь. Представьте себе сцену. И заключительные ремарки к этой сцене. Вслышится отдаленный звук, точность неба, звук лопнувшей струны, замирающей и печальной. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес. Я думаю, вы уже догадались, о ком сегодня пойдет речь в нашей передаче. Конечно же, о Чехове. Мы перечитаем его рассказы. Итак, сегодняшняя наша с вами тема. Антон Павлович Чехов. Рассказы. Чехов столь прочно занимает место в самом высшем ряду русских прозаиков, что забывается в какой-то момент его существенное отличие от всех остальных. Все наши великие мастера прозы оставили толстые романы, которые являются как бы заместителями этих писателей. И со временем эти толстые романы становятся как бы синонимами самих имен русских классиков. Это имеет отношение почти ко всем, но не к Чехову. Написавший за свою короткую жизнь очень много, Чехов, тем не менее, романы не создал. И вот тут, с моей точки зрения, возникает тонкое противоречие, которое требует особого внимания. Особого внимания с позиций читателя. Дело в том, что в российском читательском сознании, да, наверное, и не только в читательском, но прежде всего в читательском сознании качество словесной ткани прозы всегда иерархически уступало значительности, основательности и серьезности самого факта толстого романа. Если говорить просто, то писателя возводит в тот или иной разряд его книга. И чем больше по объему книга, написанная писателем, тем более высокий разряд он получает. Исключений здесь, в русской литературе, практически нет. И тем не менее, девилист и рассказчик, каковым был Чехов, попадает в рысший разряд. Он становится в один ряд с крупнейшими романистами. Это парадокс. Парадокс русской культуры. Возможно, этот феномен российской словесности отчасти объясняется жанровой спецификой чеховских рассказов. А возможно, дело в том, что многие из них были не просто рассказами. Или не только рассказами. Вообще, писательскую эволюцию Антона Павловича Чехова можно считать в чем-то образцовой и столь же наглядной и убедительной, как, например, движение Пушкина от лицейских стихов к «Медному всаднику». Или движение Гоголя от Ганса Кюхельгартена к «Мертвым душам». Или же Федора Михайловича Достоевского. Его путь от бедных людей к братьям Карамазовым. Вот все эти примеры – это примеры больших удачных творческих карьер в литературе, в нашей отечественной русской литературе. Примеры обратных эволюций встречаются, но, правда, куда реже. И это уже 20-й век. Например, Шолохов с его нисхождением от Тихого Дона неизвестно к чему. А Чехов уверенно рос от таких фрагментарных, осколочных рассказов, которые позже сам скопом, пригоршнями отбрасывал, когда комплектовал свое собственное собрание сочинений. К таким поздним, общепринятым шедеврам, как архиерей или вишневый сад. В целом, писательская эволюция Антона Павловича Чехова была бы образцовой, если бы не одно, на первый взгляд, незначительное обстоятельство – пьеса «Безотцовщина», написанная им в 1878 году. Гимназист Чехов, издававший школьный журнал «Заика», сочинивший «Вэдэвиль» недаром курицы пела, в то же самое время сочинил зрелое произведение самых высоких достоинств. Вот попутно надо сказать, что «Безотцовщина» едва ли не единственная чеховская вещь, в которой явственно влияние в общем-то нелюбимого им Фёдора Достоевского. И «Разбойник Осип» – это несомненная родня Федьке Каторжному из «Бесов». И Платонов в сценах с женщинами, особенно с женой. Уникальный случай для очень сдержанного Чехова, на самом деле это некий гибрид Свидригайлова и Мармеладова. И абсолютно «достоевские» в кавычках, в духе идиота скандалы, которые присутствуют в пьесе. Но важнее всего, что в «Безотцовщине» заложено уже многое из будущей чеховской драматургии. И вообще из будущего Чехова. И центральная фигура несостоявшегося по жизни героя. И ключевые, их Чехов очень любил, бессмысленные какие-то словечки. И прежде всего, обострённое чувство трагикомедии, позволяющее безошибочно дозировать смесь страшного и смешного. А это уже всё не по-достоевскому, а чисто по-чеховски. И в финале пьесы, запутавшийся в «Любови» и «Обмане» Платонов, застрелен. Заключительная сцена, вот фрагмент этой сцены, Трилецкий, наклоняется к Платонову и поспешно расстёгивает ему сюртук. Пауза. Это ремарка Чехова. Дальше текст. «Михаил Васильевич, ты слышишь? Воды». Ему подаёт графин. «Спасите его! Вы спасёте его!» Трилецкий пьёт воду и бросает графин в сторону. Вот эта концовка, это, конечно же, уже Чехов. «Безотцовщина» вносит нарушения в стройный график чеховского постепенного роста. Писатель начинал с гораздо более высокой ноты, чем та, на которой выдержаны его юмористические рассказы в «Осколках», например. Ну и помимо этого существенна и длительность этой первой ноты. Сочинение восемнадцатилетнего Чехова по объёму оказывается намного больше любого из его будущего произведений и драматических, и прозаических. Это тоже важно. Объём тоже важен, как мы могли убедиться в самом начале нашей передачи. «Безотцовщина» занимает почти столько же страниц, если говорить об объёме, сколько «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» все вместе взятые. «Почти столько же, сколько в сумме занимает степь и моя жизнь». Подсчёты могут показаться сухими и неважными, но на самом теле они важны для того, чтобы понять. Чехов начинал с большой формы. Тяга к ней во многом и определила его дальнейшее творчество. Всю свою жизнь Чехов хотел и собирался написать роман. Вот остановимся на кульминации этого намерения. Кризис неосуществлённой романной идеи обострился к 1889 году. Упоминаниями о работе над романом пестрят письма того времени к брату Александру, к Суворину, к Плещееву. Напомню, это 1888-89 год. Это письма и Григоровичу, к Евреиновой. И в этих письмах излагается содержание, приводится подробный план, описываются персонажи, даже называется количество строк. Но роман не вышел, не получился. Всё, что осталось от замысла, два отрывка общим объёмом в десяток страниц. Однако, дело даже не в самих попытках, а в мощном комплексе неполноценности, как мы сейчас бы сказали, который владел Чеховым. Свидетельства зафиксированы в переписке. Вот один из фрагментов «Пока не решусь на серьёзный шаг», то есть на написание романа. Или ещё один фрагмент. «У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов». «Всё, что я писал до сих пор, скажет Чехов в письме, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать». Вот так звучат эти строки из чеховских писем конца XIX века. Здесь отчётливо сознание иерархии, в которой рассказчик несомненно чувствует себя ниже романиста. Вот этот профессиональный комплекс неразрывно связан с этическим, как это часто было у Чехова, связан с проклятием, сопровождающим Чехова всю жизнь обвинениями в равнодушии и безидейности. Такие обвинения действительно часто звучали. Упрёки в безразличии Чехов выслушивал и от самых близких. От Лики Мизиновой, например. Но главное тоже твердила и критика той эпохи. Вот Михайловский выразился так, я процитирую один фрагмент, что попадается на глаза, то он изобразит с одинаково холодной кровью. И до Михайловского подобное на все лады повторяли разные журналы. А от Чехова они требовали общественной идеи, общественной тенденции, ярко выраженной общественной позиции. А он хотел быть только художником. Толстой, например, хвалил его рассказы, но при этом говорил, что у него каждая деталь либо нужна, либо прекрасна. Но у самого Чехова нужное и прекрасное не разделено, и между ними стоит знак равенства, то есть они тождественны. У Чехова было совсем иное представление о существенном и незначительном, о необходимом и лишнем, совершенно иное понятие о норме и идеале. И все это было ново, ново для рубежа XIX и XX веков. И Чехов бесконечно радовался редким проявлением внимания к себе именно как к художнику. Вот еще один фрагмент мнения. Литературное общество, студенты, евреиного, плещеев, девицы и прочие расхвалили мой припадок вовсю. А описание первого снега заметил один только Григорович. Вот так напишет Чехов с грустинкой напишет. По-настоящему первый снег заметили гораздо позже. Должно было пройти десять лет после смерти Чехова должен был появиться столь самостоятельный ум, как Маяковский, чтобы бесшабашно сказать. Это сказал Маяковский. Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои безразлично. Это Маяковский. И еще в добавление к сказанному не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только нужной идеей. Но такое понимание Чехова придет гораздо позже. А пока что отбиться от обвинений в безидейности Чехов мог лишь литературным путем, а именно создав нечто серьезное и основательное, при этом опровергнув расхожее мнение о бездумном и насмешливом фиксаторе окружающего быта. Вот почему так актуально для Чехова было написание романа. Вопрос о романе стоял жизненной остротой. 1888 год был для Чехова печально отмечен и напоминанием о смерти. погиб одаренный молодой Гаршин, оставший по себе лишь горсть рассказа. Умер брат Николай от той же чахотки, которую не мог не знать у себя врач Чехов. Напомню, что первое кровохарканье было у него в 1884 году. 1888 сильнейшее вскоре после получения Пушкинской премии. Писатель Чехов, как он считал, получил тем самым некий сигнал, некое предупреждение. Все три обстоятельства тяга к роману как высшей форме литературной деятельности – это во-первых. Во-вторых, необходимость изменения своего общественного лица – это во-вторых. И в-третьих, страх, боязнь, не успеть сделать главное – приводят к созданию переломного произведения Чехова «Рассказа скучная история». Этот рассказ – рассказ о себе. Его первоначальное заглавие «Мое имя и я» – два местоимения первого лица сомнений не оставляют. Чехова одолевали те же мысли, что и его героя, престарелого профессора. Вот, кстати, сказать, очень характерно отождествление себя со стариком. Чехов вообще ощущается умудренным и пожилым. И требуется некоторое усилие, некоторое воображение, чтобы осмыслить, что умер-то Чехов в 44 года. А все, что он писал, он писал о себе. Например, «Я холоден, как мороженое, и мне стыдно». Или «Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру». И еще одна цитата. «Судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания». Эти слова принадлежат профессору в такой же степени, в какой и самому Чехову. Чехову, осаждаемому общественным мнением. Не всегда благоприятным. Весь этот рассказ, о котором мы ведем речь, пронизан осознанием тупика и мыслями о том, что, собственно, заводит человека в тупик. Можно было бы сказать, что происходит кризис материалистического мировоззрения, который Чехов только что так ярко отстаивал. Вот в связи с этим можно перечитать переписку с Сувориным. Помимо этого, самосознание профессионала в скучной истории выносится своеобразный, но отчетливо читаемый обвинительный приговор увлеченности судьбами костного мозга. Если проинтерпретировать этот фрагмент или прочитать мимо строк, получится чистой литературой всякого рода первым снегом. Вот опять первый снег здесь возникает. увлеченность всем этим в ущерб служению общей идеи. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право. Достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачьи вой. Это цитата из рассказа. И герой, и сам автор испытывают прямо-таки эсхатологическое отчаяние. Рушится и ускользает абсолютно все, что составляло смысл жизни, смысл бытия. Профессор вдруг проникается пониманием бессмысленности жизни, без общей идеи. И здесь очень важно, что случается это резко, хоть и не под влиянием какого-то конкретного события, ну, например, как у Толстого в рассказе «Хозяин и работник». Оттого, наверное, и окончание рассказа предстает не неизбежным постепенным умиранием, как в толстовской смерти Ивана Ильича, а именно тупиком, в который зашла жизнь, тупиком, выход из которого может быть спонтанным, разовым. на следующий год Чехов уезжает на Сахалин. Скучная история как бы суммировала разнообразные чувства и ощущения, связанные с провалом романной затеи в целом. Католы была призвана ответить, но так и не ответила на множество вопросов, поставленных перед собой самим Чеховым. А Сахалин становится для Чехова попыткой выхода из тупиковой ситуации, неважно реальной или додуманной. Сахалин это главный поступок Чехова. И трагедия заключается в том, что эта героическая поездка в общем-то ничего не изменила в его творческой жизни. Надежда на то, что могла изменить, конечно, была. А примечательно, как Чехов излагает Суворину целый ряд разнообразных многословных обоснований своего шага. А в конце концов признается, что все эти обоснования, все эти доводы в общем-то звучат очень неубедительно. Примечательно, о чем говорится в последнем перед путешествием письме. Вот небольшой фрагмент из этого письма. «Беспринципным писателем или что одно и то же прохвостом я никогда не был». Но так о самом себе скажет Чехов. И примечательно, как Чехов просит не возлагать литературных надежд на сахалинскую поездку. И тут же в этом же письме как бы проговаривается я процитирую «Если успею и сумею сделать что-то ну и слава Богу». Но ответа на самые главные вопросы Сахалин конечно же не дал и дать не мог. Чехов не привез оттуда романа. Ироничный интроверт каким он всегда был Чехов не признавался в тяжести и жестокости такого исхода и при этом шутил «Мне все кажется что на мне штаны скверные и что пишу я не так как надо и что даю больным не те порошки». Хотя рассчитывать на иной результат вот этого авантюрного предприятия были основания и логично все-таки предположить что мог в качестве примера возникать и образ каторги Достоевского как какого-то своеобразного пусть и извращенного но творческого импульса. но Сахалин действительно оказался не тем порошком который давали больному он не вывел из профессионально этического кризиса самого Чехова пишу свой Сахалин и скучаю скучаю мне надоело жить в сильнейшей степени напишет Чехов радикальное средство к сожалению опять не подействовало как это часто бывает в медицине в ближайшие несколько лет тема романа появляется в чеховской переписке в разговорах судя по мемуарам появляется многократно чтобы не сказать несколько навязчиво причем самым причудливым образом и прежде всего впрямую в виде постоянных упоминаний о намерении писать о намерении наконец написать этот самый роман появляется в наименовании романами вещей которые в конечном итоге автором и были названы как повести например моя жизнь или даже рассказами как это случилось с рассказом три года все это проявлялось и в шутливых проговорках ну прямо как по Фрейду вот еще один фрагмент из письма чехово жениться на богатой или выдать Анну Каренину за свое произведение это проявилось и в советах другим похожих на заклинания например пишите роман пишите роман навязчиво будет повторять Чехов наконец в явном раздражении от собственной идеи фикс еще один фрагмент из письма Чехова слухи о том что я пишу роман основан очевидно на мираже так как о романе у меня не было даже и речи это все на фоне гениальности Чехова как рассказчика его гениальность как рассказчика так явно и общепризнана что кажется ненужным и нелепым вообще обсуждать проблему отсутствия романа в его творчестве однако сам Чехов столь безусловно признавал иерархическое превосходство большой вещи большой по количеству страниц по объему по тематике что на чеховские прозаические сочинения можно взглянуть и в несколько иной перспективе роман как мы знаем так и не был написан но проблема романа все-таки была в какой-то степени преодолена у зрелого чехова выделяются два типа рассказов которые можно назвать собственно рассказами и микророманами различия тут обусловлено отнюдь не объемом не об этом речь лучшие образцы микророманов на самом деле даны не в самых больших вещах а в тех где наиболее явственное вот можно наверное употребить такой термин как сгущение такое явственное сгущение повествовательной массы именно это сгущение превращает рассказ в некий компедиум наподобие тех в которых для нерадивых американских школьников вот так это бывает ну наверное не только в Америке но и в других культурах когда в них пересказывается классика ну такого рода хрестоматия не очень качественной вот такие рассказы Чехова нечто вроде сжатых пересказов его же ненаписанных романов это условное разделение ни в коем случае не предусматривает качественное оценки но мы не можем выносить какой-то качественной оценки в этом случае мы не можем сказать хорошо или плохо скорее тут показательны два последних равно блистательных образца чеховской прозы такие как архиерей и невеста первый является несомненным рассказом а вот второй может быть отнесен именно к микророманам я еще раз хочу повторить что это деление конечно же весьма условно и вызвано скорее внутренними особенностями сочинений в микроромане разомкнутость повествования да которое так свойственно роману она принципиальна и создает эффект незавершенности создает открытость финала как в свое время заметил Бахтин романист тяготеет ко всему что еще не готово при этом присутствует многозначность и заданная неопределенность главного героя и здесь снова вспоминается Бахтин с его репликой одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения человек или больше своей судьбы или меньше своей человечности вот так гораздо позже скажет Бахтин а в чистом в чистом в кавычках конечно в чистом чеховском рассказе присутствует новелическая замкнутость исчерпанность эпизода неизменяемость центрального персонажа а в поздней прозе чехова эти два параллельных ряда можно проследить действительно можно проследить с достаточной четкостью ну вот например мне вспоминается в этой связи такие рассказы как случай из практики по делам службы на святках уже упомянутый архиерей или вот то что мы назвали только что микророманами например крыжовник о любви душечка дама с собачкой невеста и может быть самый показательный из всех Ионыч под хрестоматийный зачитанный до дыр со школьной скамьи Ионыч прочитывается в качестве микроромана совсем по-иному совсем по-новому Чехов как-то сумел без потерь сгустить грандиозный объем всей человеческой жизни во всей ее трагикомической полноте на 18 страницах текста что в 10 раз меньше чем та самая первая попытка большой формы с которой Чехов начинал с безотцовщины о которой мы говорили в самом начале нашей передачи парадоксальным но бесспорным образом за 20 лет большая форма увеличилась это парадокс за счет уменьшения как в бреде сумасшедшего внутри шара оказался другой шар значительно больше нарушенного шар и причиной тому виртуозная техника прозаика прозаика чехов на идею романа работает и эпическое начало вспомним как оно звучит когда в губернском городе с на это работает и общая неторопливость тона заставляющая настраиваться так будто впереди не 18 а сотни страниц настраивает и резонерски норовоучительная вставка разъяснения после показа которое можно позволить себе лишь на широком как например у Толстого романном пространстве на сотни страниц и на которые Чехов правда с неслучайной щедростью тратит многие многие слова мастерки использованы и мелкие приемы удлиняющие повествование ну как например на трех страницах четыре раза упоминается что между эпизодами прошло четыре года хотя казалось бы зачем на таком небольшом текстовом объеме повторять это четыре раза точно так же как непонятно зачем нужно обилие повторов едва ли не такое обилие которое перемножает сознание эти четыре повтора и разворачивает очень долгое временное полотно полторы драгоценных страниц Чехов размашисто израсходует на эпилог совершенно ненужные для сюжета и для развития характера ведь все уже закончилось закончилось на финальной по сути фразе а фраза напомню звучит и больше он уже никогда не бывал у туркиных но эпизод к тому же данный в отличие от всего остального текста в прошедшем а в настоящем времени тоже удлиняет повествование это тоже важно для Чехова оно приближает его к романной форме и потому именно вот этот длинный эпилог тоже нужен хотя и он очень неудачен как впрочем неудачно практически все литературные эпилоги не только у Чехова возможно это заложено изначально ведь эпилог означает после слова а что может быть после слова вообще вот все это вместе взятое и изобличает в Ионыче именно роман во всяком случае некий романный замысел вот тот замысел который присутствует у Чехова на протяжении всей его зрелой прозы вот той прозы которую мы с вами сегодня и вспомнили собравшись в нашей такой виртуальной литературной гостиной конечно же это не весь Чехов еще нужно будет перечитать его пьесы но для этого я приглашаю вас на нашу следующую встречу в нашу литературную гостиную литературную 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 Продолжение следует...